На горе Арарат растет красный виноград. Но этот растет не на самой горе, а, пожалуй, в популярнейшем винодельческом регионе Армении, районе Вайадзор на юго-востоке страны. Здесь вьются древнейшие лозы винограда, растущего уже несколько тысячелетий. Обнаруженная в пещере Арыни-1 винодельня возрастом более 6 тысяч лет тому свидетельство. Арывик, гарантма, кахет, арынинуар – это не слова армянской песни, а сорта винограда. Земля, солнце – так называют Армению частенько. И для винограда это важно, а еще крайне важна подходящая почва и горный климат. И этот виноград себя чувствует комфортабельно именно в таком террории. Это органически очень каменистая песчаная и немножко глина. А горни этого винограда идут в глубь почвы, если не на десятки, то, наверное, больше сотни метров. Иногда мы находим сорт Арыни в местах, в ущельях, где уже несколько, десять лет никто его не оращал, за ним не ухаживал. Но виноград с характером, чтобы с глубины почвы находить в себе питание и самое главное – воду и продолжать свою жизнь. Армен Халатян – один из основоположников возрождения армянского виноделия. Всей семьей они сохраняют традиции, содержат виноградники. Это не работа или семейное дело, это культура и творчество. А сам напиток также вечен, как искусство, скажут вам ценители. Самое главное – с душой подходить к процессу. Лоза тоже живой организм. Нужно всегда думать о продолжительности его жизни, не загружать его много, чтобы он, она, лоза отвечали вам хорошим результатом, то есть хорошего качества винограда. Посетив Армению и ее виноградники, весной и летом вы увидите рождение, рост, набирающий силу виноград. Приехав осенью, восхититесь яркими красками и сможете даже поучаствовать в сборе золотой ягодки, как называют ласково-белый сорт винограда или легендарного арени. В советский период было принято решение Армению превратить в страну другого напитка. В армянской культуре именно он занимает особое место. А производство его, как и виноделие, искусство не меньшее, все имеет значение. От сорта винограда до выбора бокала особое значение имеет бочка. Делают их из кавказского дуба. Производство занимает более полутора лет. Дерево должно вылежаться на воздухе, пройти обжиг, сборку. Ну и, конечно, такая бочка не должна быть пустой. Мы сейчас находимся в цеху выдержки, и здесь основной работник – это время. Вы сами можете пройти, посмотреть. Здесь тишина абсолютная, и работает время. В бочках выдерживается спирт, и с годами наш спирт становится богаче на цвет, на аромат, на вкус. И дороже. Жаль, что невозможно сейчас передать, какой аромат здесь стоит. Через поры 3-4% каждый год испаряется. И это испарение очень красиво называют долей ангелов. Мы сейчас вдыхаем аромат из доли ангелов нашего завода. Не только вдохнуть аромат и доли ангелов, но и познакомиться с историей, посетить дегустационные залы, узнать о легендарных купажах, их победах. С 2001 года туристы могут в музее завода. Здесь и самая древняя бочка 1902 года. И бочки высокопоставленных гостей, которые в разное время были в Армении с визитами. И бочка мира, как ее называют. Примечательно, что 92% всей продукции экспортируется. И примерно 65% поступает в Россию. Дальше страны бывшего Советского Союза, европейские страны. 8% остается в самой Армении. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова